Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 октября, суббота. Вначале я хочу сделать маленький короткий анонс. Складывается впечатление, что кремлевские тролли последние дни начали засыпать YouTube жалобами на этот канал, смысл которых сходится к тому, что я не совсем справедливо обзываю их всякими нехорошими словами. Не то, что их, а их лидера и вообще мордор. В этой связи, вы знаете, я крайне редко обращаюсь с этой просьбой. Прошу поддержать этот канал, своих зрителей. Вы знаете, как вы это можете сделать. Ставьте лайки, подписывайтесь. Мы находимся в состоянии, я всегда говорил, информационной войны, а сейчас обострение. Мы сейчас на пике обострения информационной войны. Поэтому нужно действовать совместно. Переступлю к главной части сегодняшнего видео. Несколько моих зрителей из Украины обратились с помощью. Побольше говорить об Украине. Господа, я практически об Украине только и говорю. То есть, Украина находится в эпицентре всех практически моих сообщений. То, когда я говорю о событиях за пределами Украины, в России, в других странах мира, я говорю о том смысле, в котором эти события влияют на ситуацию в Украине, на войну, скажем, шире, на отечественную войну Украины против захватчиков, против реваншистов, против агрессоров. И сейчас вот сложилось такое впечатление, к сожалению, не то, что оно сложилось, а к сожалению оно сложилось, что главные факторы, от которых сейчас зависит судьба Украины, я не боюсь этого слова, не то, чтобы там повлиять, а вообще зависит, в значительности, в решающей степени, они сейчас происходят за пределами страны. Первое – это события в Конгрессе США, а если будет более точным, это выборы спикеров в Палате представителей, а второе – это война, война на Ближнем Востоке. Это критически важное событие для будущего Украины, причем и уже достаточно близкого будущего, ну, скажем так, до конца этого года, а также в среднем и более, в средней и более отдаленной перспективе. Начну с Конгресса Соединенных Штатов. В предпоследнем видео я вам сообщал о том, что был выдвинут новый номинант на должность спикера Палаты представителей. Им стал Джим Джордан. Вчера выступил с пресс-конференцией или с заявлением весь кокус или фракция демократов в Палате представителей, где они прокомментировали последнее событие. Смысл их комментариев, с которыми я согласен, заключается в следующем, что на этот раз республиканцы выдвинули представителя экстремистского крыла республиканской партии. Именно экстремистского, потому что об этом же и писал, я вам рассказывал несколько дней назад, журнал Ньюзуик, который сообщал, что к этой категории, то есть вот эту категорию адептов республиканской партии называют потенциальными источниками внутреннего терроризма, и даже ФБР обязана, то есть берет на себя обязанность наблюдать за ними, вести их разработку, если возникает необходимость. Перечислены были все достоинства, в кавычках, конечно, этого конгрессмена, смысл которого заключается в том, что он является, ну, как бы козырной картой, ставленником Трампа в Палате представителей. Человек, которого предшествующий при Обаме, по-моему, он был спикер Палаты представителей от республиканской партии по фамилии Боннер, называл законодательным террористом, то есть человек хаоса, человек лживый. И вообще, комментируя то, что происходит в последнее время вот при выборах спикера Палаты представителей республиканской фракции, пока только она в этом участвует, Вашингтон-По сегодня назвала это козлиной коридой, в том смысле, что нормальная корида – это бой быков с быками, а здесь это бой козлов. Ну, вот так оно и происходит. То есть конца и края этому не видно. По мнению представителей демократической фракции, Джордан пролетает. Дай бог, я вот держу пальцы вот так, потому что если он не пролетает, то это будет катастрофа. Это будет просто катастрофа, но с этой катастрофой есть возможность бороться, и об этом уже думают в Белом доме и в других ведомствах Соединенных Штатов Америки. Думают те люди, у которых есть мозги. Что происходит? Значит, вопрос – нужны деньги, нужны деньги по зарез, на худшие, то есть тут идет уже планирование по худшему варианту. Скажем, Конгресс, вернее, вот эти, отмороженные представители козлиной кориды отказывают Украине, в конце концов, в помощи. Что тогда делать? Я говорил вам несколько видео назад, что есть вариант, и он широко обсуждается сейчас, все более активно. Это использование 300 миллиардов долларов замороженных на счетах западных банков. Это средства Российского Центрального Банка, которые были заморожены после начала российской агрессии. Ну вот, значит, что есть, что мы имеем на сей день. На прошлой неделе G7 сделали заявление о том, что они заморозят. То есть, что никуда обратно в Россию не может быть и речи о возвращении 280 миллиардов долларов, которые находятся на счетах G7. Об этом заявили министр финансов Семерки. Также было на прошлой неделе заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Георгиевой, которое сказало, что фонд планирует в этом году увеличить на 3 миллиарда долларов экономическое финансирование Украины. Что значит, то есть, внешнее финансирование Украины, что это значит? Ну, наверное, мало кто об этом знает, не обращая просто это внимание, помимо денег, которые идут на финансовую, на военную помощь Украине, а этих денег только со стороны Соединенных Штатов за прошлый год было где-то около 43 или уже 44 миллиарда долларов. Примерно столько же и даже больше идет еще на внешнее финансирование экономики страны. То есть, без вот этого внешнего финансирования экономика рухнет через неделю, через две. Нечем будет платить зарплаты, в том числе военнослужащим, пенсии и так далее. Страна, вся экономика остановится. Остановка экономики – это полный провал на фронте. Вот так с Германией произошло в Первую мировую войну, когда вроде уже на поле сражений вроде был луч надежды, мелькнул, а вот внутри страны все внезапно рухнуло. Международный валютный фонд пообещал выполнить обязательства. Украинское правительство оценило на следующий финансовый год потребности страны во внешнем финансировании в размере 42,9, ну, практически 43 миллиардов долларов. Что я смотрел из разных источников, немножко разные оценки, но это составляет от 25 до 30% доходной части бюджета страны. Ну и, наконец, самое главное. Самое главное я вам тоже рассказывал несколько, по-моему, где-то пару недель назад, о идее, вернее, о докладе. Это обширный доклад на 184 страницах, который подготовил профессор Гарвардского университета, один из светил конституционного права США Лоренс Трайб. И вот эта идея, которую он высказал, она состояла в том, что с точки зрения внутреннего права Соединенных Штатов, с точки зрения международного права, есть все основания с точки зрения справедливости, которая должна лежать в основе и внутреннего, и международного права. К сожалению, не всегда это так получается на практике. Так вот, значит, есть не только необходимость, а и возможность для того, чтобы вот эти замороженные деньги, 300 миллиардов долларов, передать Украине. Передать Украине... Ну, сейчас тут разное мнение есть. Трайб писал, что надо передать эти деньги на военные нужды. Сейчас расширяется дискуссия о том, что да, надо передавать, но, скорее всего, не на военные, а на восстановление страны. Но это вопрос уже второго порядка. Первый вопрос первого порядка – передать. С тех пор, как я вам рассказал о выходе этого доклада, Трайба поддержали, ну, самые крутые, я скажу, ребята Соединенных Штатов Америки в области экономики и финансов, среди которых Ларри Саммерс. Ларри Саммерс – это другой профессор Гарвардского университета, который был министром финансов Соединенных Штатов Америки с 99 по 2001 год, и затем он, как бы неофициально, но стабильно являлся одним из главных экономических советников Байдена. Затем, да, до этого, а до этого – Обамы. Кроме того, эту же идею поддержал Роберт Зелик, это вообще красавец. Он был заместителем госсекретаря Соединенных Штатов Америки, главой, он был представителем США на международных торговых переговорах. Самое главное, да, он был 11-м президентом Международного банка, но самое главное, я считаю, то, что он был директором-распорядителем Goldman Sachs. Это крупнейший или банк, или инвестиционная фирма страны, это глыба одна из крупнейших в мире. То есть, если такие ребята берутся за дело, то надо понимать, что оно в надежных руках. Смысл стоит вот в чем. То есть, всего этих денег 300 миллиардов, из них, к сожалению, всего 5 миллиардов находятся на счетах банков Соединенных Штатов. Остальные, большая часть, находятся в Европе. Там расклад такой. Значит, в Соединенных Штатах 5 миллиардов, Канада, я не помню точную цифру, Канада несколькими миллиардами вот этих замороженных владеет. Затем, в Европе наибольший держатель этих денег – это Франция, Германия, Австрия. Затем, за пределами Европы – это Япония и Австралия. Ну, то есть, самая большая часть – это вот где-то чуть ли не 200 миллиардов, за 200, может быть, где-то около 280 – это в Европе. Нужно уговаривать европейцев. Европейцы, конечно, должны последовать давлению Соединенных Штатов, а администрация уже в полный рост работает в этом направлении. Я имею в виду администрацию Байдена. Европейцы высказывают озабоченность. Причем, какого порядка? Вообще, чтобы кто-то оспаривал эту идею в плане закона, то есть, по существу, вопрос уже… Вот вопрос даже не стоит уже об этом. То есть, видимо, анализ на 184 страницах Трайба сыграл свою положительную роль. Европейцы теперь высказывают озабоченность. Как бы это ни повлияло в негативном плане на экономическое состояние их стран. Ну, тут, конечно, можно возмутиться, правда, деликатно. Деликатно возмутиться. Как бы не совсем моральной, этической постановкой вопроса некоторых зарубежных лидеров. Эти деньги были заморожены. Во-первых, им никогда не принадлежали. Во-вторых, они были заморожены из-за агрессии против Украины. С тех пор они лежат на их счетах и фактически работают. То есть, их используют так или иначе в экономике этих стран. Незаслуженно. То есть, попалось им на халяву. И в то время, когда идет кровавая война на территории Украины, которая защищает восточный фланг НАТО и вообще всю Европу, так по большому счету, говорить о том, что нам не хотелось бы эти деньги передавать Украине, потому что это негативно повлияет на нашу экономику, но это, мягко говоря, некрасиво. Поэтому эти голоса звучат так, я бы сказал, сказал бы, робко. Первый шаг в процессе вот размораживания или превращения этих замороженных денег в кэш, который можно передать Украине, был уже сделан. То есть, решение было принято на прошлой неделе. Идею подала министр финансов у Соединенных Штатов Йеллен, которая заявила, что для начала можно не изымать эти деньги, замороженные со счетов соответствующих, а можно обложить их налогом, что и следует сделать, потому что они фактически работают в экономике, приносят прибыль. Так вот, обложить их налогом и этот налог передать Украине. И первый шаг был уже сделан Бельгией. Я не помню, кто ли это был премьер-министр, то ли министр финансов Бельгии сообщил о готовности страны передать один и, некоторые говорят, 70-х, другие 80-х, 1,8 миллиарда долларов. Это вот те налоги, которыми будут обложены замороженные российские деньги. Бельгия является одним из центров, то есть, там находится главный клиринговый центр Европы, через который проходят соответствующие расчеты. Поэтому называется он EuroClear. Поэтому вот тот шаг, который предприняли власти этой страны, это важный шаг. Американцы подчеркивают, тем не менее, что несмотря на прогресс в этом направлении, этот процесс может занять несколько месяцев. А в это время существует острая потребность Украины в деньгах для оказания, приобретения оружия. То есть, идея в том, что деньги передаются. Я сомневаюсь, да, оговорю сразу, очень крупно сомневаюсь против всех известных последних историй и против, после того, как на Западе, уж нет сомнений, есть полная ясность в масштабах коррупции и клептократии, в Киеве, очень сомневаюсь, что эти деньги будут напрямую переданы в Министерство обороны. Иначе они уйдут в яйца уже не за 17, а за 117 и так далее. Уже все понятно. То есть, там будет разработан особый механизм. Это уже десятое дело. Но все-таки это займет несколько месяцев. Да, и на эти деньги будут приобретаться оружие. Как это Израиль, кстати, делает. С тех пор, как был подписан соответствующий меморандум между Соединенными Штатами и Израиль. Вот для справки. Последний меморандум, подписанный на 10 лет до 28 года, он на 28 миллиардов долларов за 10 лет. То есть, каждый год 2,1 миллиарда. Соединенные Штаты оказывают помощь Израилю, а тот закупает оружие или там, что ему надо, или на эти деньги развивает свой ВПК. Так вот, значит, все этот процесс займет время, а нужны деньги сейчас. Об этом остро ставит вопрос администрация США и давит, давит на палату представителей, чтобы она быстрее разобралась с вот этим внутренним бардаком. Кстати, должен вам сказать насчет этого бардака. То есть, люди, даже республиканцы, когда у них берут интервью, американские СМИ, которые участвуют в этом процессе выборов спикера, они в ужасе от происходящего. То есть, это крах, некоторые так и говорят, это ужас, крах республиканской партии. И это сражается, немедленно отражается на опросах общественного мнения. Я вам сейчас приведу последний. Последний опрос, который провела компания по заказу CNN, компания WSRS, одна из крупнейших, одна из самых опытнейших компаний в Соединенных Штатах по опросам общественного мнения. Так вот, что она показала. Три четвертых опрошенных почти, то есть, 74% не одобряет то, как лидеры республиканцев в Конгрессе справляются со своей работой. 74, три четвертых. Еще в январе их было 67, то есть, существенный рост. 52% опрошенных имеют негативное впечатление от республиканской партии в целом 52, а в декабре их было 45. То есть, существенный рост, вернее, существенное падение положительного, приложительной оценки и республиканской партии, и лидеров. А на кону, то есть, скоро мы стоим на кону в начале президентской кампании, которую Трамп, собственно говоря, уже проводит. То есть, они сами по себе совершают каждый день харакири, но как-то так получается, что они не могут, то есть, внутренние амбиции, да и просто глупость, они как-то превалируют. Не то, что там от геостратегических, преобладают над геостратегическими соображениями, они даже преобладают над рациональным мышлением и пониманием рациональным, что вы себя сами убиваете накануне выбора, но тем не менее. То есть, администрация пытается воздействовать на умеренных представителей Конгресса, и вот буквально сегодня центристы, демократы в Палате представителей сделали предложение. Согласно этому предложению, значит, они, идея состоит в том, чтобы расширить полномочия временного, временно исполняющего обязанности спикера, имели его МакГенри, он из Северной Каролины, с тем, чтобы он мог работать как настоящий спикер. Дело в том, что временно исполняющий обязанности спикера, он не может вносить на рассмотрение никаких законопроектов. Это то, что сейчас нужно позарез. Вот хотят дать ему эти полномочия, а там дальше пусть до конца года или до конца жизни выбирает уже постоянного. То есть, со всех сторон идет давление, посмотрим, что будет, что скажут бойцы козлиной кариды. Ну, а теперь перейдем ко второму вопросу, от которого зависит, к сожалению, а может быть, к счастью, сейчас мы поговорим об этом, может быть, и к счастью, дальнейшее развитие событий в Украине. Сразу скажу, то, что произошло за последнее время, показывает. Если раньше шла, как бы, борьба между силами добра, как мы говорили, и силами зла, между двумя группировками, это ось отморозков, ну, которые, хоть Китай это и скрывает, но, тем не менее, находятся под зоной Китая, и силами Запада. И раньше мы говорили о том, что эта борьба, она происходила до последнего времени, до атаки Хамаса, фактически на полях сражений Украины. Это было поле этой битвы. А сейчас, вот за последние дни, эта битва фактически расширилась на битву между севером и югом, то есть, между странами западной цивилизации и то, что называется Большим Югом, которым мутят воду Китай, Российская Федерация, Иран и Ежа с ними. То есть, произошло значительно, почему я назвал, что, когда Хамас напал на Израиль, я сказал, что это фактически в географическом смысле Третья мировая война, и так она теперь и является, потому что одна из главных опасностей сейчас, и это серьезная опасность, это реальное расширение горячей, горячей Третьей мировой войны. Это второй самый сейчас болезненный, самый острый вопрос на Ближнем Востоке. А первый, я бы сказал так, в практическом, ну, в реальном смысле, это вопрос о заложниках. Американских заложников там около 14 у Хамаса, как считается. Но в изолированном секторе Газа сейчас находится по некоторым подсчетам от 500 до 600 дополнительно американских граждан. И они там находятся как в капкане, вместе со всем остальным гражданским населением. Израиль призвал их, всех мирных жителей, не хамасовцев, покинуть территорию перед массированным наступлением Сахала. Дело в том, что проблема в том, что есть только один как бы пропускной пункт или коридор, который называется Рафах, который ведет из Газы в Египет. Больше некуда идти. Египет сначала сказал, все нормально, но сейчас так получилось, что, по крайней мере, до вот до этого утра, утра этого дня по вашингтонскому времени, этот пункт фактически не работает, он был разрушен ракетами со стороны Газы, ну, и египтяне не спешают его открывать. То есть, вот этим 600 или 500 американских заложников им некуда, то есть, граждан им некуда деться. Поэтому есть очень серьезная опасность, что количество американских заложников значительно увеличится. и парадокс в том, что вот последняя информация поступающая туда свидетельствует о том, что Хамас даже перепугался то, что он сделал. Якобы первоначальная идея составила в том, чтобы заскочить туда, немножко побузить, покошмарить население, может быть, воинские части, захватить несколько десятков всего заложников и умотать обратно. И в том, использовать их для торговли, чтобы освободить своих из американских и израильских тюрем. Но произошло для них, произошел невероятный подарок. Они прорвались, поняли, что система безопасности военная не работает, провал. И когда они набрали по некоторым почетам до 150 человек этих заложников, они теперь ужаснулись и пришли и не знают, что делать. То есть, они реально, Хабасовцы, я имею в виду, опасаются дальнейшего развития, что будет дальше. А дальше, если все так пойдет, Натияху сказал, вы мертвецы, все. Они этого, конечно, не хотят. С другой стороны, вы понимаете, вот я вам сказал, что фактически с этими заложниками Путин вмешался в президентские выборы Соединенных Штатов Америки. Если этих заложников станет не 14, а 114, то это будет уже кошмар. Это будет ситуация, как при президенте Картере, когда иранцы захватили американское посольство, ну и Картер все пролетел на выборах, когда он шел на второй срок и все. То есть, это убьет все шансы Байдена на переизбрание. Ну и там вырисовывается картина президента из республиканской партии, который будет, который сможет отправлять свои президентские полномочия из-за решетки, из тюрьмы. Я, конечно, так горько, жестко шучу, потому что такого президента не было и не будет, но тем не менее. Тем не менее, значит, что делать в этой ситуации? Есть во всем этом мраке, есть и проблеск. В том числе и для Украины. То есть, со стороны Соединенных Штатов, видимо, в какой-то степени Израиля, а главное, среди так называемых умеренных арабских режимов существует понимание, что ни в коем случае нельзя расширить географию военных действий. Нельзя ввести дело к ситуации, когда арабское население по всему миру придет в состояние экстаза, бешенства, то состояние, в которое пришли израильтяне после вот этой варварской атаки Хамаса, то, что они там натворили. По этому поводу, значит, вернее, признаки, признаки возможности такого развития событий по плохому, так сказать, сценарию, они уже налицо. Вчера в Соединенных Штатах, в частности, в Нью-Йорке, произошла, было две демонстрации. Одна это произраильская демонстрация, она была, как говорили журналисты, я смотрел специально Fox, это канал, который любят республиканцы. Так вот, значит, произраильская демонстрация была относительно тихой и немногочисленной. Гораздо большей, более массовой и очень шумной была демонстрация в основном представителей арабского мира здесь, Соединенных Штатов Америки, и они там бились в экстазе. Причем, что интересно, вот у меня, например, ухо резонуло, они все кричали, конечно, что надо помогать, вернее, никакой помощи Израилю, и палестинцы, там, все правильно, то, что рассказывали, что какие-то ужасы они натворили, это все неправда, а вот что рисануло мое ухо, это вот тот же самый аргумент, который звучит, когда противники помощи Украине здесь кричат, что у нас здесь масса проблем, это вот эти игроки, или представители козлиной кориды, которые кричат, что у нас здесь масса проблем внутри Соединенных Штатов, а вы, говорят они, Белому дому, миллиарды отдаете в Украину. Так вот, то же самое здесь, я вчера слушал, молодая, я не знаю, она палестинка, может быть, с какой-то другой страны Ближнего Востока, но она билась и кричала, в конвульсиях и кричала, мы тут живем на последние центы, а вы в это время миллиарды отдаете Израилю. Короче говоря, ситуация была очень напряжена, представители арабского мира, то есть не только в Соединенных Штатов, это и в Европе было. И что самое важное, Иордания, Иордания это фактически проамериканская и даже симпатизирующая, ну, если брать ее правительство, элита, симпатизирующая Израилю страна. Тем не менее, вчера там была двадцатитысячная и очень бурная демонстрация. Как предсказала журналистка Фокс, которая вела репортаж из Нью-Йорка, завтра, сказала она, завтра это имеется в виду в субботу, воскресенье, масштаб этих антиизраильских и пропалестинских демонстраций по всему миру может расшириться. А там, понимаете, с этим делом можно дойти до самоэкзальтации со всеми посредствиями. То есть, глобальный юг, он возбужден, он взвинчен, на взводе. И дальше, ну, мы вспомним нехороший пример, когда после войны в Йом-Кипур, не в, а просто, как это называется, войны Йом-Кипур 73-го года, октябрь, когда на Израиль напали одновременно Египет и Сирия. ОПЕК отказался, объявил эмбарго на поставки нефти в Соединенные Штаты Америки и здесь стояли многокилометровые очереди. То есть, экономическая жизнь едва не остановила. Сейчас это уже не произойдет. В Соединенные Штаты первый производитель нефти в мире. Тем не менее, это все, так сказать, негативно. Но, есть позитивный парадокс войны, как пишет Вашитон пост Дэвид Игнатиус, неоднократно его цитировал один из умнейших людей, с широчайшими связями, которые вот за последнюю неделю он поговорил с представителями самых различных стран арабского мира на самом высоком уровне. Ну, и плюс он величайший аналитик. Но он напоминает, что парадокс войны заключается в том, что вот эти ужасные во время войны кровавые события, они влекут за собой, вернее, могут повлечь появление нового, прочного и даже процветающего мира. Пример, Вторая мировая война. Она закончилась и закончилась не так, то есть были учрены ошибки окончания Первой мировой войны и возник, возник на руинах Второй мировой войны новый до последнего времени процветающий мир. Почему он возник? Потому что, значит, Рузвольт, когда он создавал или не обсуждал с Черчиллем контуру будущего, он говорил, что для вот этого лучшего мира мы должны добиваться безоговорочной капитуляции противника. Но это не имеется в виду уничтожения населения. Хотя эксцессы, как мы знаем, были. Тем не менее, Рузвольт достаивал, что речь не должна идти о полном уничтожении населения Германии, речь должна идти о уничтожении философии, которая лежала в основе нацизма, превосходства нации, завоевании и порабощении других территорий. То есть, сейчас, считается, тоже должна речь идти о безоговорочной капитуляции, об этом сказал Нитаниаху, в этом его поддержали Соединенные Штаты Америки, но американцы, и вы, если кто слушал пресс-конференцию того же Блинкина, а с этим же месседжем он потом проехал еще по целому ряду стран Ближнего Востока, нужно ограничить, попытаться ограничить предстоящие военные операции Цахал только ударами по Хамасу, насколько это возможно. Максимально уменьшить потери, как говорится, коллатерал, сопутствующие потери, коллатерал дэмэдж, в отношении мирных жителей. И здесь, здесь есть у Израиля, ну и в принципе у Соединенных Штатов одна козырная карта, вернее, называют ее не козырной, а дикой картой, wild card, или можно сказать джокер. Это джокер, вы, может быть, будете удивлены, это Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, кстати, она уже высказалась официально после того, как Израиль начал ответ на операцию, высказалась естественно на стороне палестинцев. Но уже любое арабское государство, оно не может высказаться иначе. Но из Риада поступают на самом высоком уровне, поступают за кулисами месседжи, что Саудовская Аравия хотела бы сузить рамки вот этой разгорающейся войны на Ближнем Востоке и стать лидером. Ее наследный принц хотел бы, кронпринц хотел бы стать лидером послевоенного архитектуры, послевоенного устройства всего Ближнего Востока. О чем речь идет? Игнать сейчас напоминает, что Йом-Кипур война закончилась тем, в 73-м году закончилась тем, что Анвар Саддат, тогдашний президент Египта, приехал в Иерусалим и был достигнут мирное соглашение между двумя странами и настал какой-то период мира. Потом, значит, она длилась до, если я не ошибаюсь, это было до 93-го года, когда было после кровавой первой антифады, восстания арабского населения, последовали тайные переговоры в Норвегии, в Ослое, и был подписан договор, который основал палестинскую экономию, автономию. И вот сейчас идея состоит в том, что сейчас, да, уже, увы, началась эта война, но надо как-то ее так закончить, свернуть и вывести это все дело на построение новой архитектуры на основе более прочного мира. И лидерам, якобы, то есть, идет поиски сейчас, кто станет новым Анваром Саадатом. И таким лидерам предстает по тем сигналам, которые подают в Вашингтон из Саудовской Аравии, готов стать кронпринц Мухаммед Бен Салман, МБС. Почему? Зачем это ему нужно? Ну, все знают, все знают его роль в диком убийстве одного из журналистов, он, правда, не был в штате в Вашингтон-Пост, но был писал туда регулярно, Кашоги его фамилия. Так вот, он, это кронпринц является весьма амбициозным человеком, и он уже смотрит в будущее, и у него есть стратегия, которая называется видение 2030, то есть, к 30-му году он видит Саудовскую Аравию не просто страной добывающей, которая живет на том, что сверлит дырки в земле и добывает оттуда черную жижу, как это делает Путин в Российской Федерации. Он понимает, что время черной жижи уже как-то так подходит к концу рано или поздно, а собирается он править 50 лет страной, поэтому он хочет ее перестроить и превратить в одну из передовых технологических держав мира при помощи инвестиций. для этого ему нужны инвестиции, для этого ему нужен мир, нужны хорошие отношения, если возможно союз с Израилем, с Соединенными Штатами Америки и все, и тогда все нормально. Но для этого, для того, чтобы Саудовская Аравия пошла на это дело, Израиль в ходе предстоящей акции в секторе газа должен постараться максимально сократить или уменьшить потери мирного населения. Израиль должен, то есть в арабском мире, пишет Игнатиус, существует понимание, что Израиль должен совершить эту операцию в секторе газа. Почему? Потому что Хамас своей атакой, он неожиданно пробил брешь в системе сдерживания Израиля. Он показал, что сторона нет у него, нет у этой страны фактически этого сдерживания. Казалось мифом, как вторая армия Российской Федерации. Но не совсем так, потому что там точно в Российской Федерации полная бутафория. А здесь ну так расслабились. Тем не менее, брешь пробили и об этом узнали другие террористы и теперь есть исключение попробовать и им это сделать, в частности Хезболе. Кстати, один из главных направлений откуда ожидается возможно нанесение второго удара или второго фронта по Израилю это Ливан и Хезболла. Вот для этого там и существует авианосная группа сейчас, чтобы этого не допустить. Так вот, значит, есть понимание, что Израиль обязан для того, чтобы восстановить понимание, в том числе среди террористов на Ближнем Востоке, что у них есть у израильтян это сдерживание. А для этого надо показать, как говорил Никита Хрущев, кузькину мать нехорошим людям в секторе газа. Но с другой стороны надо смотреть в будущее, а для этого нужно уменьшить, так сказать, потери среди мирного населения. И саудовцы поселают сигнал. Кронпринц готов вот к такой трансформации и сыграть такую роль. Но для этого Израиль не должен начинать, как они тут пишут, безрассудную войну, которая разрушит все шансы на примирение. И вот парадокс военной ситуации. То есть, казалось бы, страшное дело произошло, да, с атакой Хамаса на Израиль. Весь мир сейчас застыл перед вторжением Цехала на территорию сектора газа. И тем не менее, как сообщил Дэвиду Игнатьюсу, саудовский обозреватель и председатель редакционного совета Аль-Арабия, это ведущая телесеть королевства Саудовской Аравии, у нас есть возможность, которой не было 20 лет, создать что-то иное, то есть, более прочное, более простая, процветающее, так сказать, в плане мира. Что для этого нужно? Что они могут и готовы сделать на территории палестинских автономий? Первое, нужно избавиться от коррупции и некомпетентности. Вы помните, господа, сколько раз я называл вот эти два слова, когда я говорил, что нужно сделать с Владой в Киеве, вообще так, для того, чтобы привести страну к светлому будущему. Вот то же самое говорят. Избавиться от коррупции и некомпетентности, потому что вот эти две вещи, они приводят к тому, что страны становятся failed, то есть, несостоявшиеся, а несостоявшаяся страна становится или объектом оккупации других, или же источником опасности, откуда она исходит в плане террористических акций. При наличии арабских денег и поддержки, а также нового руководства, палестинская автономия может быть восстановлена и стать совсем другой. Вот в этом же принципе в перспективе нуждается и Украина, то есть, надо постоянно иметь это в виду. Компетентность и отсутствие коррупции, главное требование, их немного, всего две, но без этих никуда не денешься. Ну, конечно, завершу, завершу вот какой мыслью, но это уже моя собственная мысль, которую я вынес, читая зарубежные источники по поводу войны на Ближнем Востоке. Арабы, вернее, руководство умеренных арабских режимов смирилось с неизбежностью ликвидации Хамас. Они понимают, что Израиль обязан это решать. Теперь самое главное для американцев уговорить руководство Израиля сдержать рамки конфликта, чтобы после вот этой кровавой драмы настала возможность для прочного мира. Ну, и в самом, так сказать, заключении приведу вам арабскую пословицу, как ее описывает, как о ней пишет Дэвид Игнатиус. Ошибка, то есть, это пословица, которая иллюстрирует, «Как много сейчас зависит от здравого смысла Израиля и США в регулировании этого мрачного кризиса?» Пословица «Ошибка одного умного человека эквивалентна ошибкам десяти идиотов». Будем надеяться, что со всех сторон найдутся хотя бы по одному умному человеку, который имеет соответствующие полномочия и не доступит, не допустит ошибок. Ну, а что касается Украины во всем этом, то есть, это я вам сказал, второй фактор, который влияет на ситуацию в Украине. А в Украине, она хотите, не хотите, то есть, воленс, не воленс, но она является первым, то есть, с чего все началось. Это первый фронт, Израиль, второй фронт, и теперь это вот два фронта битвы между глобальным Западом и глобальным Югом. Но я думаю, что глобальный Запад должен решить вопрос таким образом, чтобы Израиль и Украина имели все необходимое для того, чтобы не дать силам зла победить, потому что это будет не только их проигрыш, это будет, ну, это произойдет катастрофа, так по большому счету, если Украина и Израиль проиграют, это будет слом всего миропорядка, и последствия его будут самые мрачные для всех. И я просто не могу представить, что в соответствующих, в руководстве соответствующих западных государств не найдется нужное количество умных людей для того, чтобы последовать этой арабской пословице. Поэтому, дорогие друзья, как всегда, слава Украине и его вооруженным силам, враг будет разбит, победа будет за нами. Желаю Израилю выполнить, успешно выполнить ту миссию, которая сейчас легла на его плечи, покончить с источником и движущей силой терроризма на Ближнем Востоке, я имею ввиду Хамас, желательно сделать это как можно быстрее при минимально возможном количестве жертв для того, чтобы была возможность послевоенного восстановления и создания прочного мира. Это же касается и Украины. Поэтому желаю моим друзьям в Украине, в Израиле, ну и вообще всем взрывомыслящим людям, которые посещают мой канал, желаем вам выдержки, мужества и твердой веры в том, что силы добра, они обязаны, они обречены на то, чтобы победить. До новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok